ваша стратегия занимает работа с поставщиками и на чем она строится в первую очередь я скажу короткий ответ место очень существенное потому что поставщики это еще одна часть наших клиентов и партнеров такие же как наши покупатели и конечно же мы очень много и в нашей текущей стратегии в новый планируем для улучшения взаимодействия с ними значит в первую очередь сейчас такой наиболее наверное серьезный тренд с поставщиками это информационное взаимодействие это информационная открытость и доступность информации которые необходимы для улучшения как своей эффективности так и своего продукта например мы очень много уделяем внимание обратной связи и собираем в том числе рейтинги продуктов через наше мобильное приложение вот мы сейчас делаем эту информацию доступна для поставщиков практически в режиме реального времени то есть чтобы они могли видеть как покупатели непосредственно относятся к их продуктам и соответственно получали бы ценную обратную связь для улучшения наверное сказать это наиболее актуально в нашей программе стм собственной торговой марки где мы действительно вместе с ними мы можем сказать и должны разрабатывать продукты которые лучше всего подходят нашим покупателям вот вторая история как я же сказал что это совместное планирование прогнозирование спроса что позволяет оптимизировать цепочки поставок да делать их более эффективными вот а значит делать партнерство с нами более интересным более выгодным кстати целый групп давно занимает лидирующую позицию на рынке а если говорить о цели по доле рынка продовольственной розницы на ближайшее время то какова она ну знаете тут я сейчас не буду назвать конкретную цифру понятно что наш рынок по-прежнему достаточно фрагментирован и x5 вот вы упомянули что мы являемся лидером но на самом деле занимаем менее 12 процентов сегодня если посмотреть на более развитые рынки то конечно же лидеры сказать занимает существенно большую долю поэтому в нашей стратегии безусловно есть цели по росту доли рынка но здесь я хочу сказать еще одна очень важная вещь да вот вы упомянули рынок продовольственного ритейла на самом деле мы определяем уже немножко иначе потому что сегодня нету уже четко как сформулированного рынка продовольственного ритейла рынка общественного питания по фактически это один рынок и если посмотреть на ассортименты магазинов например в части готовой еды то этот ассортимент практически полностью пересекается ассортиментом кафе или ресторана да все можно найти на полке благодаря службам доставки когда которые могут доставлять течение там 30 или 40 минут как еду как из магазина так и из ресторана то для для покупателя становится абсолютно равнозначный выбор заказать условно там какое-то готовое уже блюдо в том или ином месте да либо из магазина либо непосредственно из кафе вот поэтому определяя рынок и стратегию мы понимаем что границы этого рынка стираются на это действительно рынок еды а не рынок продовольственного ритейла или рынок общественного питания вот и именно на этом рынке мы соответственно смотрим видим себя и будем оставлять себе цель а вот вы упомянули доставку увеличивающуюся убыстряющуюся а какая-то цель отдельно по онлайн рынку есть да конечно здесь наверное очень важно сказать что опять же онлайн не является теперь каким-то отдельным самостоятельным бизнесом или даже каналом вот последние годы наверное да очень было актуально и звучало изучить по-прежнему концепции от омниканальность когда сказать бритейли когда говорят что покупатель переключается бесшовно между каналами до утра свою потребность вот на самом деле уже в сегодняшнем мире эта концепция не дает ответа на все вопросы потому что сегодня по сути речь идет уже не столько о каналах сколько клиентском пути этот клиентский путь начинается задолго до входа в магазин потому что покупатели выбирают что они хотят купить что они будут есть какие у них предпочтения в том числе используя там цифровую медийную сферу и потом он может быть абсолютно оффлайновым покупателем придя вот в традиционном понимании даже в омниканальном понимании он это будет оффлайн канал но по факту его предпочтение его выбор он был как бы инспирирован вот этой цифровой сферы тем медийным полем которым столкнулся еще до прихода в магазин поэтому здесь мы сказать смотрим на наши цифровые бизнесы именно как на развитие продолжение свипи наших торговых сетей конечно же по ним есть отдельные цели вот но очень важно что в целом все это вписывается вот в единое предложение нашему покупателю и мы здесь будем очень серьезно ведь развиваться и прогрессировать вот сейчас все говорят что пандемия повлияла на развитие рынка какова ваша оценка вот это происходящих событий на рынке вот это конечно повлияло другой вопрос что она кардинально ничего не изменила но ускорила наверное различные тренды которые уже существовали до этого на если например говорить про тот же вот упомянутый онлайн до экспресс доставку то те цифры которые мы ранее планировали на конец там 21 года мы их уже видим сегодня с другой стороны то что мы увидели это некоторое снижение продаж готовой еды что также понятно потому что люди находясь дома начали во первых больше готовить во вторых все таки есть фактор доверия и люди стараются часто там в период карантина не ходили часто магазины старались купить закупиться надолго и готовить вот но это временная ситуация потому что уже сейчас после снятия каких-то ограничений мы увидели что тренд на рост готовой еды продаж готовой еды в магазинах восстанавливается вот но еще наверное что важно вот что действительно также было трендом но стало более актуально это фактор социальной ответственности и заботы о сообществе потому что мы наверное вот ну больше чем кто-либо другой поняли что это означает потому что наши магазины это сказать сотни тысяч сотрудников и это миллионы покупателей ежедневно и конечно в ситуации когда вот такой просто контакт с человеком несет риск то работа такой модели на требует огромной ответственности и для того чтобы сделать этот опыт безопасным и по-прежнему удобным для наших покупателей вот здесь мы провели такой ну серьезное переосмысление мы понимаем что вот это социальная ответственность и забота о сообществе она становится такой неотъемлемой частью нашей стратегии что в принципе было и раньше но теперь это наверное наиболее сейчас выражено вот и также у нас есть много инициатив в этом направлении как сделать наши магазины более безопасными как заботиться о наших покупателях и как вызвать их доверие если говорить о бизнесе то x5 очень много направлений вот расскажите как устроена ваша внутренняя архитектура и как вообще на что вы ориентируетесь когда вы выбираете в какую сторону какой бизнес идти здесь наверное ну есть скажем есть два ответа есть короткий есть более длинный короткий ответ стоит том что да действительно у нас очень сейчас быстро меняется ландшафт бизнесов потому что не так давно еще структура предполагала только наличие вот больших торговых сетей и какого-то центра управления мы называли корпоративный центр сейчас модель меняется потому что у нас за последние два года появилось много новых направлений и бизнесов вот частность наши цифровые бизнесы вот также были выделены в отдельные структуры подразделения там готовая еда там импорт транспорт все это по сути отдельный самостоятельно без единицы они конечно требуют другой модели управления вот она у нас есть она сейчас внедряется вот но более подробно мы сможем рассказать о ней через месяц когда представим нашу обновленную стратегию планах на развитие допустим взять ближайшие три года каковы они планы развития но здесь опять же да это такой вопрос общий на если с точки зрения основных приоритетов но в принципе я их назвал да мы с по-прежнему ставим себе целью лидерство на рынке причем как я упомянул мы расширяем границы этого рынка определение рынка и действительно сказать претендуем на лидерство в широком смысле мы всерьез упрочить наши позиции стать действительно технологическим лидером индустрии вот предыдущая наша стратегия мы упоминали сегодня это было одним из элементов была цифровая трансформация вот мы ее начали мы достаточно далеко в ней продвинулись сегодня и это дает нам возможность претендовать на следующий шаг следующий уровень это действительно такой очень сказать высоко технологичный ритейлер который за счет технологий не только увеличивает взаимосвязи с клиентом через цифровые каналы но и существенно повышает внутреннюю эффективность поэтому вот это остается нашим главным приоритетом и забота о сообществе я упомянул безусловно это один из таких важнейших важнейших направлений здесь ближайшие три года мы очень много сделаем ну а если говорить в целом вот о развитии продовольственного рынка то какие перспективы вы видите целиком для рынка в целом ну если посмотреть на то что происходит сегодня то по большому счету несколько факторов будут определять дальнейшую дальнейшую структуру и развитие рынка ритейла во первых это фактор цены конечно знаешь наша экономика находится в непростой ситуации и в этой связи цена по-прежнему сказать остается ключевым фактором выбора и здесь безусловно лидерами будут те кто сможет с одной стороны предложить доступную цену без компромисса по качеству вот и здесь мы мы также планируем ряд инициатив мы анонсировали пока пока скажем так без деталей о том что мы запустим новый формат это формат жесткого дискаунтера это абсолютно новая модель инновационная и очень амбициозная на для для нашего рынка и соответственно но вот следующие сказать три года мы будем как минимум начнем с пилота не будем двигаться дальше вот фактор цены второй фактор это фактор удобства вот сейчас несмотря на то что покупательская способность не увеличивается существенными темпами вот но тем не менее потребность в удобстве и в комфорте для покупателя она начинает играть ключевую роль и в этой связи мы понимаем что proximity сегмент он имеет наибольшую перспективу роста потому что это удобно это быстро то есть люди хотят тратить меньше времени на покупку еды и поэтому магазины но вот частности гипермаркеты они находятся в намного более сложной ситуации потому что поход гипермаркет всегда связан с существенными временными затратами и второй фактор который также вытекает из удобства это как раз онлайн доставка то есть это и доставка большой закупки вот наш формат перекресток впрок который по сути становится и изначально был на онлайн гипермаркетом вот так же это и быстрая доставка из магазинов у дома вот и здесь я хочу сказать что вот этот мы это видим что это будет трендом почему потому что сервис экспресс доставки он имеет абсолютно уникальный ретеншен рейт то есть абсолютное большинство покупателей кто воспользовался этом хотя бы раз становятся постоянными клиентами мы не видели никаких других сервисах вот поэтому очевидно что это удобно это комфортно это быстро и это направление будет очень быстро развиваться на российском продуктовом рынке еще раз вернуться вот к ваш вопросу стратегия понимаю что она пока такая под грифом секретно в большей степени но вот какие возможности для поставщиков она открывать может что-то в общих словах можно сказать ну их этих возможности много значит я наверное не перечислю все я назову некоторые из них первые как я уже сказал что так сказать технологичность x5 которая уже сегодня ведь является достаточно находится на высоком уровне она еще больше увеличится и информационное взаимодействие информационный обмен практически в режиме реального времени как пока планируем прогнозирование так и по качеству товаров по обратной связи от покупателей вот все эти возможности они будут мы их предоставим и это действительно позволяет нашим поставщикам совершенно по-другому выстраивать бизнес взаимодействие с нами значит еще одним важным фактором является наша программа стм собственной торговой марки вот здесь мне кажется что есть уникальная возможность совместно создавать продукты которые именно те которые нужны покупателям почему потому что я уже сказал что у нас теперь появилась возможность сбора очень подробной обратной связи на каждый продукт и мы можем дать производителю очень четкую понятную обратную связь о том что нужно изменить улучшить или исправить до в тех продукт которые они производят и вот еще раз говорю что в собственно торговый маркет проявляется наиболее очевидно поэтому мы убеждены что вот теперь это практически переходит из состояния как под поставщик покупатель на это совместная работа по созданию продуктов которые на которых возможно даже сейчас нет на в том виде но они будут и они очень востребован нашими покупателями вот и третье которая третья сфера который тоже хочу отметить это производство готовой еды вот у нас есть собственное производство мы построили фабрику она достаточно эффективно работает но мы понимаем что потенциал рынка готовой еды он намного больше и шире чем наши производственные возможности ну и поскольку мы не ставим себе задачу вот становиться производителем вот в полном мере мы обеспечим только часть потребностей наш торговых сетей своим производством мы здесь также рассчитываем на партнерство почему и и потому что во первых это востребовано то есть продажи готовой еды растут и будут расти и потому что опять же это удобно и тренд этот вряд ли изменится несмотря на то что время коронавируса он частично затормозился вот и в россии сегодня нет достаточного количества производителей особенно если взять там региональную структуру которые могли бы обеспечить ту потребность которые у нас есть поэтому здесь мы абсолютно открыты и будем рады любому диалогу любому взаимодействию с производителями которые готовы производить для нас готовую еду и собственно удовлетворять потребности наших покупателей я думаю что поставщики и покупатели будут ждать детали уже через месяц когда вы сможете их обнародовать да совершенно верно спасибо а